Праздничные события в преддверии юбилея Великой Победы уже охватили Самару. Ветеранам вручают юбилейные медали, открывают памятные доски. Впереди торжества, которые пройдут в каждом районе города. Участие в патриотических акциях примут все жители областной столицы. С 5 мая у военных мемориалов Самары, а их около 200, будут организованы посты. Вахты памяти будут держать студенты и школьники. У каждого из этих сооружений 5 мая будут представители то или иной школы городского округа Самары, ветераны, будут возложены цветы, будут проходить концерты, мини-митинги. Один из главных символов Победы – георгиевские ленточки. Из рук волонтеров получат более 70 тысяч горожан. А накануне долгожданного праздника, 8 мая, в Самаре пройдет эстафета вечного огня. В честь юбилея Победы в регионе зажгутся 4 новых вечных огня. В Тольятти, Жигулевске, Кенеле и в Борском районе. Главное событие – торжественный парад. С трибун смогут посмотреть более 26 тысяч человек. Те, кто 9 мая не сможет присутствовать на площади Куйбышева, смогут увидеть репетиции парада. По генеральным репетициям, то, что будет 4, 6 мая, 7 мая, мы, учитывая выстраивание трибун, пожалуйста, приглашаем всех жителей города, чтобы они посмотрели и прохождение механизированной колонны, и увидели воочию прохождение пешей колонны. В этом году в торжественном параде примут участие более полутора тысяч военных, 70 единиц техники. Сюрпризом для зрителей станет авиашоу и выступление сводного хора в составе почти пяти тысяч человек. Парад будут транслировать на пяти больших экранах, установленных в разных районах города. Завершится торжество дневным салютом, а вечером в 22.30 состоится традиционный праздничный фейерверк. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.